Субтитры создавал DimaTorzok 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 В 2011 году с отличием окончила Евразийский национальный университет по специальности туризм по государственному графу. После окончания бакалавриата поступила на грант магистратуры в первом году в университете в Российской университете. Дружбонародных уходов Москва, Российская федерация по программе двух духовного образования. Второй в Университете национальный университет по специальности менеджмент. Получила степень магистра экономического университета в июле 2012 года. Тема магистерской диссертации «Совершенствование системы управления персоналом на туризмском предприятии». В течение шести месяцев проработала предправительная карта туризм в Евразийском национальном университете Емельево. В 2013 году поступила награда номер КПХД по специальности 6Д-09-00-хуризм. Зачислил на основании приказа номер 969 от 26 сентября 2013 года. По теме научного исследования в 2015 году прошла зарубежную научную стажировку в Университете Агнинис в городе Анталия Турецкая республика. Тема диссертационной работы «Совершенствование маркетинговой стратегии индустрии туризма в Казахстане». Изучением маркетинговой стратегии занималась с 2011 года, период обучения в магистратуре даже. Сейчас тема охватывает более масштабные исследования. Научный руководитель доктора и комиссионного профессора кафедры туризма Сыдыхпаева Патруцахпаевна, зарубежный научный консультант в Университете Агнинис, Турецкая республика. Тема диссертации «Научный консультант в Шребеку в Базу Синдегу» утверждена в ней иниоргского года обучения на заседание ученого Совета Агнинис в Университете Агнинис в Университете в Университете Агнинис в Университете от 31 января 2013 года. Продоков номер 3, приказ 1261, 1 ноября 2013 года. До периода обучения с 2013 по 2016 года опубликованы 15 научных статей, из них 11 статей по теме диссертации. По теме научной работы принимало участие 5 международных конференциях, 4 работы о публикованных журналах и вестников из КАСОН МРК и 2 статьи в журналах, входящих в базу с фокусом. Семьего положения замужем. А также в Балтинске Бекна 21 октября 2016 года проходила предзащиту на расширенном заседании кафедры туризм, где присутствовали рециденты по экономическому факультету, присутствовали профессоры кафедры экономики, а также кафедры менеджмент, а также руководитель туризма. Поэтому есть выписка кафедры, а также остальные документы по требованию КАСОН МРК у нас имеются, все артисты и данные собраны. Очень гордко имелось. Есть вопросы по документам, сами скажем. Также поступило на адрес учебного совета два акта. Акт Медрэй имеется. Отзывов официально на наш адрес не поступило, на сайт была размещена работа, поэтому только у нас есть акт. Акт Медрэй имеется, я могу сразу сказать. В учебном процессе это от нашего университета, а также управление по инвеститиям и развитию города Астану. Имеется акт. Медрэй. Есть вопрос еще раз? Какой документ контактируется соискательным? Если вопросов нет, тогда я оглашаю на основном содержании диссертативной работы с полным заседанием. Акта Радышевна, уважаемый диссертативный совета. Здравствуйте, уважаемые председатели и члены диссертационного совета. Позвольте для начала поздравить всех с вступающими праздниками и представить вашему вниманию основные результаты диссертационного исследования на тему совершенствования маркетинговой стратегии и индустрии туризма в Казахстане. Республика Казахстан обладает высоким природо-климатическим и историческим потенциалом, а также возможностями для качественного развития туристовой отрасли и увеличения ее вклада в национальную экономику. Однако на сегодняшний день имеющийся потенциал и возможности использованы не в полной мере, что не соответствует задачам поставленных главой государства в посланиях ежегодных. Это Казахстанский путь 2050, Нордожол, путь в будущее. Рекомендации по развитию индустрии туризма, разработанные в Казахстане за последние десятилетия в рамках традиционных научных подходов, так и не стали основой опережающего развития туристовой отрасли. Современные научные основы маркетинга и стратегического планирования весьма несовершенны, нуждаются в разработке качественно иных подходов и методов, базирующихся на новой парадигме. В следствии этого исследуемая тема в условиях кризиса, глобализационной парадигмы мирового развития и обострения конкуренции на рынке туристских услуг достаточно актуальна. Целью исследования диссертационного является развитие теоретических положений и разработка практических рекомендаций по совершенствованию маркетинговой стратегии индустрии туризма в Казахстане. На основе формирования системы аналитического обеспечения маркетинговой стратегии национальной индустрии туризма. Задачами для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи. Первое это провести критический анализ методов маркетинга и стратегического планирования и обосновать выбор базового научного подхода исследований. Второе это рассмотреть систему понятий и мировой опыт управления национальной индустрией туризма. Третье это обосновать концепцию информационно-аналитического обеспечения, стратегического планирования развития национальной индустрии туризма. А также провести анализ современного состояния и экспертных оценок перспектив развития индустрии туризма, изучить опыт реализации маркетинговой стратегии в индустрии туризма в Казахстане, которые были уже использованы. И проанализировать потребительские предпочтения туристов-нерезидентов по материалам, ранее проведенным в Казахстане исследования, а также потребительские предпочтения туристов-резидентов по материалам собственного опроса. Последней задачей выступала разработать концептуальную модель поддержки принятия решений и аналитического обеспечения маркетинговой стратегии казахстанской индустрии туризма. Верхним исследованием является национальная индустрия туризма, а предметом метода аналитического обеспечения стратегического планирования маркетинговой стратегии маркетинговой деятельности в казахстанской сфере туризма. К нами была выдвинута следующая гипотеза, то, что маркетинговая стратегия этой индустрии туризма в Казахстане эффективна, если будет разработана в рамках синергетической парадигмы стратегического планирования с использованием информационно-компьютерных технологий и математического моделирования процессов в индустрии туризма, как многоуровневой, мультиагентной, социальной, экономической, природной и культурной системы. На текущем сайте вы можете видеть новизовые исследования. Первое – это разработка теоретических методических положений по совершенствованию маркетинговой стратегии индустрии туризма. Предложена авторская разработка понятия маркетинговой стратегии. Обоснована необходимость перехода к качественному и новому уровню аналитического обеспечения. Благирование маркетинговой стратегии индустрии туризма. Доказано, что концептуальной основой для создания при разработке и реализации маркетинговой стратегии может быть использовано мультиагентное моделирование. Также мной выявлены основные агенты мультиагентной системы аналитического обеспечения маркетинговой стратегии индустрии туризма. Также в ходе анализа нами было выявлено противоречие препятствующим развитию казахстанской сферы туризма и спорминированные ключевые подходы для их разрешения. Бизнес-организации, перейдем непосредственно к положениям исследования, представляемых в защите. Хотелось бы начать с того, что бизнес-организации во всем мире сейчас столкнулись с тем, что соблюдение ими процедур маркетинга и правил стратегического формирования более не гарантирует им успеха в конкурентной борьбе. Мировой опыт показывает, что на практике все последние десятилетия поддерживают компании, которые игнорируют их. Происходит это уже довольно долго, поэтому у современных акторов по маркетингу и менеджменту сформировался целый массив работ, посвященных несовершенству и низкой эффективности концепции и методов управления бизнес-организацией. То есть, чем выше неопределенность внешней среды, тем ниже эффективность разработанных в качественно иных условиях 20 века методов планирования маркетинговой стратегии. На наших глазах мировая экономика вступила в эпоху внезапных трансформаций, вызванных несколькими глобальными дестабилизирующими факторами. Это увеличение охвата масштаба и экономического влияния новых технологий, глобальные демографические изменения, усиление взаимосвязи и взаимозависимости регионов и стран мира через международные потоки капитала, населения и формации, а также перетосом экономической активности на развивающейся рынке. Влияние данных факторов спонтанно накладываются во времени друг на друга и взаимодействие синергетическое, не линейное, они создают цепочки трудно предсказуемых и маловероятных последствий. В этих условиях информационной базой аналитического обеспечения маркетинговой стратегии больше не может быть традиционный и ретроспективный линейный анализ развития рынка. Тенденции прошлых лет в любой момент могут изменить свою направленность. Проведенный нами анализ научной литературы показал, что в настоящее время у специалистов нет единства мнений относительно понимания сущности маркетинговой стратегии, как нет и общепризнанных универсальных подходов к ее разработке. Поэтому нами была предложена собственная формулировка маркетинговой стратегии, основанная на последних работах Майкла Горокова, который определил стратегию как процесс поиска и разработки индивидуального неповторимого способа конкурентной борьбы. Это не результат, а бесконечный процесс. В нашей интерпретации маркетинговой стратегии это не четкая программа разработанной действия, а система направлений, которая обеспечивает своевременную динамическую смену таких программ. Это процесс непрерывной разработки все новых наборов стратегических альтернатив для выбора уникального неповторимого способа достижения конкурентной способности. При рассмотрении индустрии туризма как туристской дестинации наиболее подходящим на наш взгляд является определение, которое звучит следующим образом. Туристская дестинация это совокупность институтов и экономических агентов, находящихся в пространстве физически или виртуально, где происходят маркетинговые операции и мероприятия, бросающие вызов традиционной схеме производства и потребления. Такая трактовка туристской дестинации отражает одну из глобальных тенденций мировой экономики – распространение качественно новых форм корпоративного бизнеса, так называемых интегрированных корпоративных структур. Основным компонентом данных структур является не дочерняя компания, как, к примеру, у холдингов, а экономический агент, имеющий самые разные организационные формы и правовой статус. Точнее сказать, один из вариантов интегрированная корпоративная структура представляет собой одну из вариантов network organization, то есть сетевых организаций. В отличие от холдинга, сетевая организация является открытой, ее структурные подразделения могут напрямую взаимодействовать с другими организациями, интегрироваться в их структуры или, наоборот, выходить в зависимости от изменения ситуации на рынке. На наш взгляд, такое описание процессов взаимодействия государственных институтов и туристского классера, либо дестинации полностью соответствует современным казахстанским реальным ведениям корпоративного бизнеса. Далее нами было предложено, что разработку информационной системы аналитического обеспечения, планирование маркетинговой стратегии дестинации можно осуществить через практики моделирования поведения элементов социально-экономической системы на основе мультиагентных систем. Таким образом, популяция этих взаимодействующих агентов совместно со средой образует мультиагентную систему, которая предполагает кооперацию агентов при коллективном решении задач. Основными характеристиками экономического агента, который действует в некоторой среде, обладает следующими способностями. Традиционная описание социально-экономической системы, основанная на выстраивании иерархии ее субъектов, обеспечения строгой последовательности выполнения процедуры управления, уступает ее компьютерной стимуляции на основе метода мультиагентного математического моделирования, использования информационных систем, в которых полностью отсутствует управленческая иерархия и централизация, а цели отдельных агентов могут носить нерациональный характер. Показано, что концептуальной основой мультиагентной системы индустрии туризма может быть особая информационная компьютерная технология управления кластерными взаимодействиями участников в туристской отрасли. Виртуальные платформы деловых коммуникаций признаны обеспечить эффективные внутри- и межкластерные взаимодействия участников. С этой целью предприятия, которые являются потенциальными участниками кластера, должны быть представлены информационными программными агентами, сформированными или зарегистрированными на одном из порталов и продвигающих их бизнес-предложения в виртуальной среде путем автоматического поиска потенциальных партнеров. Всех мультиагентной системы индустрии туризма можно развить на три группы. Это государственные органы, предприятия индустрии туризма и потребители туристских услуг. Во второй главе нами были проанализированы тенденции развития казахстанской индустрии туризма. И выявлено то, что казахстанская индустрия туризма в целом характеризуется недостаточным уровнем развития. По доступности, цене и уровню сервиса, туристские услуги Казахстана недостаточно конкурентоспособны на мировом рынке и уступают зарубежным аналогам. С целью характеристики оптимальных перспектив развития отечественной сервисы туризма, выявления основных слабых и сильных сторон, нами был проведен слотанализ, как один из основных методов стратегического анализа, применяемый для доставания стратегических решений. Применяемая методика, разработанная в Эйштейн, заключается в освоении каждому из факторов внешней и внутренней среды экспертных оценок. Для проведения слотанализа нами были опрошены эксперты в области туризма. Каждая группа стратегий в ходе разработки данного слотанализа использует определенную парную комбинацию внутренних и внешних факторов. По оценкам экспертных оценок сильные и слабые стороны угрозы производится оценка уровня конкретных благоприятных возможностей для сферы туризма. Итоговая матрица содержит сумму взвешенных оценок экспортов. Цель построения подобной решения состоит в том, чтобы сфокусировать внимание аналитика на построении четырех групп различных стратегий. На основании полученных расчетов сформулированы некоторые пути совершенствования отечественной сферы туризма. Далее нами была проинализована система управления казахстанской индустрией туризма, где выявлены недостатки, а именно функции между республиканским и региональными органами власти, распределены не на должном уровне. Не уделяется внимания разработке кадастровых туристских ресурсов, как современного инструмента управления туризмом на оперативном и стратегическом уровне. Система управления туризмом заканчивается на основе областных центров и не включает районный уровень управления. Также отсутствует государственная стратегия продвижения отечественного туристского продукта на мировом рынке. Отсутствует устойчивая практика использования механизма государственного частного партнерства при реализации глобальных туристских проектов. И последнее это отсутствует стратегии кадрового и информационного обеспечения устойчивого развития туризма в Казахстане. На данном слайде представлены результаты исследований потребительских предпочтений туристов-нерезидентов по данным маркетингового исследования, проведенного фондом ДОВУ в 2014 году и выборочного исследования, проведенного в январе 2016 года комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Анализ данных результатов исследований говорит о том, что приоритет развития въездного туризма, конечно же, является сегодня в Казахстане наиболее остро обсуждаемым, так как рассматривается в качестве наиболее выгодной формы выполнения платежного баланса в виде прямых валютных поступлений от туристов, прибывающих в Казахстан. При этом, несмотря на то, что эксперты единодушно отмечают значительный потенциал роста въездного туризма и слабые перспективы развития въездного туризма, маркетинговые исследования потребительских предпочтений туристов-резидентов в доступной нам информационной базе нет. Поэтому нами был проведен опрос летом 2016 года у жителей города Астана и Алматы, и форма опроса была стандартизирована телефонное интервьюрование, которые результаты данного опроса подтвердили, что серьезными препятствиями в развитии внутреннего туризма является большая протяженность некачественных автодорог и слабо развитая и устаревшая инфраструктура в регионах, богатых на памятники истории и других достопримечательностей. В казахстанской индустрии туризма государственное стратегическое планирование акцентировано на развитие въездного туризма, отказываясь учитывать мировой опыт, который указывает, что условием его развития, его драйвером является формирование и совершенствование инфраструктуры внутреннего туризма. В отрасли совершенно не уделяется внимания специфике потребительских предпочтений клиентов внутреннего туризма и нет работоспособных механизмов формирования локальных туристских кластеров. Одна из главных проблем индустрии туризма в Казахстане является информационное аналитическое обеспечение туристской отрасли. Предложения по совершенствованию информационного обеспечения туристской отрасли выдвигались рядом авторов. Так, в исследовании фонда ДОМО отмечается, что необходимо разработка новых принципов и подходов к формированию и продвижению туристского продукта Республики Казахстан со стороны заинтересованных структур в целях создания наиболее эффективной системы туристской отрасли. То есть в настоящее время такая информация существует, но в разрозненном виде и, как правило, ее получение связано с получением ряда разрешений административных процедур, что осложняет процесс доступа к этой информации и имеет отрицательный эффект на инициативу предприятий частного сектора. В идеале структура информационных потоков в туристском кластере должна быть следующей. Однако современное состояние казахстанской индустрии туризма характеризуется несогласованностью, противоречивостью задач и стратегий субъектов индустрии туризма. Это потенциальные компоненты туристских кластеров, которые в Казахстане не удается сформировать уже более 10 лет. То есть совершенствование методологии и стратегического планирования в индустрии туризма РК требует качественно иного уровня аналитического обеспечения, которое, по нашему мнению, должно быть достигнуто с помощью более активного использования информационно-компьютерных технологий, современных методов математического моделирования процессов в индустрии туризма как многоуровневой мультиопьерной системы. В общем, в виде схематических взаимодействий комплексов маркетинговых коммуникаций на туристском рынке представлено на данном слайде. В целях практической реализации этой схемы на уровне локальных туристского кластера предлагается использовать модель управления кластерными взаимодействиями участников экономической деятельности в региональной индустрии туризма с использованием интеллектуальной поддержки групповых управленческих решений. Территориальная распределенность и разнообразие участников инновационной деятельности, динамичность обновления их состава и параметра функционирования требуют того, чтобы виртуальная следа деловых коммуникаций имела открытую, децентрализованную архитектуру, обеспечивающую асинхронный режим коммуникаций и опосредственный информационными агентами характер взаимодействия участников. Такая архитектура позволяет организовать наиболее эффективный процесс кластерных взаимодействий. Основой формирования и поддержки функционирования виртуальной бизнес-среды в данном случае должна стать система информационного аналитического обеспечения маркетинговой стратегии «Казахстанская индустрия туризма», состоящая из нескольких информационных порталов, интегрированного банка данных и обеспечивающих их непроливную работу аппаратно-программных средств, центрального сервера, периферийных устройств, сетей телекоммуникаций, коллективных и персональных средств приемом передачи информации. То есть в соответствии с представленным на слайде функциональной моделью информационной системы, при обращении к одному из порталов, через удаленный доступ потенциальные участники кластера после регистрации получают доступ к общей информационной базе и, соответственно, неограниченные возможности поиска и установления кооперативных связей с бизнес-партнерами. То есть взаимосвязанные порталы обеспечивают также консалтинговую поддержку участников со стороны независимого экспертного сообщества, в частности, касающий выбора перспективного направления развития, анализа эффективности и стратегии, сопровождения проектов и прочее. В целях практической реализации предложенной архитектуры разработаны перечень мероприятий по организации и эксплуатации информационных систем, требования к составу и содержания интегрированного банка данных, рекомендаций по программной реализации системы. Их выполнение предполагает привлечение в кластер предприятий, специализирующих на поддержке информационных систем, имеющих в своей структуре следующие подразделения. Это разработки форматов, баз данных и знаний, форм и наглядного представления в виде динамических моделей бизнес-процессов и критериев оценки их эффективности, а также независимых экспертов по выбору приоритетных направлений развития и перспективных проектов, маркетинга, осуществляющего анализ окружающей социально-экономической и технологической среды перспектив развития рынка. Таким образом, использование мультиагентных технологий регулятивного направления позволяет обеспечить эффективное, оптимальное, общесистемное взаимодействие и слаженное функционирование резидентов, участников кластера и получить максимальный мультификативный коммерческий эффект применения мультиагентной системы индустрии туризма, предполагает получение других дополнительных возможностей эффектов в условиях неопределенности развития продуктов, инноваций и поведения потенциальных потребителей. Проведенный в рамках диссертационного исследования многоаспектный анализ национальной маркетинговой стратегии индустрии туризма и проблем ее совершенствования с применением широкого спектра информационно-аналитических методов стратегического планирования позволяет сформулировать следующие выводы. Первое, это туристскую отрасль национальной экономики следует рассматривать с точки зрения и управления комплексной и устойчивой основе, на устойчивой основе с учетом применения основных принципов планирования. Второе, то, что система государственного регулирования туристского сектора проявляет в особенном взаимодействии субъектов и объектов. Аналитический обзор проведенных диссертаций показал, что быстрые темпы развития туристко-рекреационной деятельности возможны за счет активного сотрудничества бизнеса и государства в форме государственного частного партнерства, который представляет собой новое качественное образование, реализующие функции государства. Исследование концепции информационной аналитической модели как основы разработки маркетинговой стратегии национальной индустрии туризма позволило сделать вывод о том, что система туризма требует наличия как минимум этих взаимосвязанных элементов туристов, региона, генерации туристов, транзитного региона, туристской дистанции, туристской индустрии. Нами предложено, что разработка информационной системы аналитического обеспечения, планирование маркетинговой стратегии туристского класса в дистанции можно осуществить, исходя из практики моделирования поведения элементов в социально-экономической системе, то есть на основе так называемых мультиагентных систем. С целью оценки современного состояния и выявления перспективных направлений развития индустрии туризма выявлены основные слабые и сильные стороны, возможности и угрозы. Нами был проведен слот-анализ, как один из методов стратегического анализа. На основании проведенных расчетов установлены слабые и сильные стороны, угрозы и возможности. Проведен анализ потребительских предпочтений туристов-нерезидентов, а также выявлены потребительские предпочтения туристов-резидентов. Анализ структуры управления казахстанской индустрией туризм показал, что отсутствуют звенья управления третьего района уровня, на котором, собственно, и расположены туристские дестинации. Изучение тематических показателей туристской сферы свидетельствует, что в Казахстане действительно развивается только внутренний внешний туризм и добиться увеличения количества туристов-нерезидентов не удается. Не добившись удовлетворения потребностей внутренних туристов, нельзя рассчитывать на привлечение туристов внешних. То есть в отрасли совершенно не уделяется внимания специфике потребительских предпочтений клиентов внутреннего туризма. Рассмотрены предпосылки обновления государственно-регулятивного информационного обеспечения маркетинговой стратегии казахстанской индустрии туризма. Показано, что для вывода отрасли из замкнутого круга необходим качественный иной подход к развитию частного государственного партнерства, который будет возможен, если маркетинговая стратегия будет учитывать тенденции перехода экономики к интегрированным формам управления, в основе которых сетевые структуры интеграции предприятий малого и среднего бизнеса, а также исходить из закономерности мирового развития внешнего туризма, драйвером которого является формирование и совершенствование инфраструктуры внутреннего туризма. То есть, не добившись удовлетворения потребностей внутренних туристов, нельзя рассчитывать на привлечение туристов внешних. В качестве концептуальной основы для создания системы оперативной обработки информации для аналитического обеспечения в процессе принятия решений при разработке и реализации маркетинговой стратегии национальной индустрии туризма предполагается рассмотреть туристическую отрасль как многоуровневую мультиагентную систему. Использование мультиагентных технологий регулятивного управления позволяет обеспечить эффективное, оптимальное общее системное взаимодействие и слаженное функционирование резидентов и участников кластера и получать максимально мультикумникативный залеевческий эффект. То есть применение мультиагентной системы индустрии туризма через разработку информационных технологий предполагает получение других дополнительных возможностей эффектов, например, связанных с формированием широкого набора стратегий развития в условиях неопределенности продуктовых инноваций и поведения потенциальных потребителей. Доклад окончен. Благодарю всех за внимание и пишу вопросы. Доклад окончен. Уважаемые члены, что это русское и письменное можно задать вопрос. У меня три вопроса. У вас цель, цели написаны, методы, вы изучаете, цели ставите метод, метод, методология, аймаш, вот разница. Я вообще читаю, у вас здесь методология, подход, группа методов, которые вы использовали. И обосновали. Это в моем понимании методологии. С онлайн-машлами, какую цель вообще вы их завершили, как может вам удобнее было именно на каких-то методах. Вы здесь говорите, методы моделирования, информационных систем. Это все метод, но не подходы. ГИС можно использовать в любом составлянии, имея разные подходы теоретические. В любом научном исследовании у нас база есть. То есть на чем мы основываемся? В основном, где основная база, база, опрос. 520 респондентов ты ехалада за один год, 2016 год. Сравцы где? Нигер исчел данное сеймя и Нигер уголь за аз, 520. И тот телефон меня открыл, не анкетированием, как мы это делали. Вся кризмология сидит на анкетировании. Не анкетированием, значит у вас анкета должна собраться, лежать где-то. Менди, я там, да, да. Схаб, директор, мы на кем выезжали на фигу, нам анкетировали. Он нажег, телефонный. Сол, насколько научно достоверно ваши 520 респондентов по двум миллионным городам Егеншесрад и Шеншесрад. Шеншесрад. Значит, я хочу сказать, какую программу, действия от СССР, информационная система, какую программу вы использовали? Вот эти все цифровые параметры, вот у вас, внестящие примеры, нравится сама программа, информационная система АСАУМ ЗВОИ. Каждой программу вы использовали? Все, и что так. Спасибо за вопросы. С вашего позволения, с третьего вопроса начну. Так как задачи исследования не входило, разработка самой программы была разработана концептуальная модель информационного аналогического обеспечения маркетинговой стратегии. Поэтому в дальнейшем планируется с привлечением уже специалистов по моделированию программистов разработать данную программу. То есть в управлении инновацией и развитию они вот как бы почему апробировали данную работу? Так как они взяли эту концептуальную модель и будут использовать ее уже при разработке полноценной, полноценной вот этой компьютерной программы. Второе, база данных недостаточна. Данный опрос был проведен летом 2016 года, так как... почему не был проведен в течение трех лет, так как в ходе анализа ситуации индустрии туризма нами было выявлено то, что не хватает данных по именно внутренним туристам, поэтому как бы основные города это Казахстан, Казахстан это Астана и Алмата. Телефонный опрос, так как он позволил напрямую получить как бы мнение и узнать. Ну вот через компьютерные программы мы все знаем, что не особо достоверные данные, а здесь были проведены как бы наводящие вопросы, какие, ну, получается, какие достопримечательства вы хотели бы поселить, каких вы были. То есть казахским географическим обществом был разработан список достопримечательностей Казахстана и уже по ним было проведено процентное соотношение, сколько человек, в каких, какие достопримечательства хотели бы посетить и какие уже посетили. И по первому вопросу, цель. Метод B, методология в основе работы лежит. В основе работы, на мой взгляд, лежит методы стратегического анализа. Это непосредственно слот-анализ, опрос, анализ данных, статистических данных, анализ предпочтений, анализ проведенных уже ранее исследований, анализ теоретических разработок уже современных авторов за бюджон. Еще вопрос есть? Прошу, пожалуйста. У меня, пожалуйста, для этого тоже три вопроса. Ну, в целом мы говорим, да, о том, что у нас очень амбициозные планы по развитию туризма, но на самом деле практика уже 20-летие, она показывает, что в принципе пока сдвигов мало, да? То есть в этом вопросе связанное, первое, да, вот вообще с... Как вы видите, по вашему мнению, какие главные цели и задачи вообще стоят перед развитием индустрии туризма в Казахстане? Так, это первый вопрос. Следующее, можете открыть слайд, где вы, вот, основные выводы, основные выводы, по-моему, в конце вы самые, вот основные результаты, да? То есть вот с пятым написано, установлено системные противоречия и препятствия с индустрией патронской индустрии, да? То есть можете пояснить, что за системные противоречия, да? И вот, и шестое сразу же, да, идет, вот, сформированы ключевые подходы для разрешения, я так думаю, вот этого противоречия, да, системы? То есть, да, что за конкретно, какие ключевые подходы, что, да, вот, в чем судите подходы. И, ну, и еще один вопрос, да, у нас еще, вот, вы говорите, большое внимание выделяет вот мультиагентной системе, да, индустрии развития туризма, вот, и вот как раз и четвертым вы пишете, да, вот выявлены основные агенты этой мультиагентной системы, да? И во-вторых, крайне, здесь вы говорите о метаагенте, вот, какова роль метаагента вот в этой системе мультиагентной, да? То есть, что конкретно делают в этом метаагенте? Спасибо, спасибо за вопросы. Приоритетной задачей концепции социального развития, развития РК 2014 года является существенное сокращение численности самозанятого населения путем создания на казахстанском рынке труда нескольких сотен тысяч высокооплаченных рабочих мест. Как подчеркнул президент Казахстана Назарбаев, в плане инфраструктурного развития реальная возможность создания таких рабочих мест является характерной чертой индустрии туризма. То есть, при этом особенность того, что создание одного рабочего места в туризме в 10 раз меньше, чем в промышленности. Актуальными целями сейчас является разработка необходимой инновационной и энергоэффективной инфраструктуры, также разработка международных конкурентоспособных продуктов для туристов, а также профессиональная система управления и регулирования отрасли туризма. И следуют задачи, во-первых, это увеличение вклада туризма в экономику Казахстана, стимулирование роста инвестиций в туризм, а также развитие предпринимательства и человеческого потенциала. К второму вопросу, если перейти, то системное противоречие, препятствующее развитию казахстанской индустрии туризма, состоит в том, что характеризуется несогласованностью и противоречивостью задач и стратегий субъектов индустрии туризма. То есть сейчас, в последние десятилетия в Казахстане наблюдается своего рода такой замкнутый круг, когда инвесторы, то есть предприниматели, они вкладывают инвестиции в открытие каких-то туристских зон и ждут потока туристов. Но туроператоры не везут туда туристов, потому что в этих зонах нет благоустроенной инфраструктуры, чтобы добраться до этой туристской зоны. А государство, в свою очередь, ждет, когда уже наладится поток туристов и не вкладывает инвестиций. Для разрешения данного противоречия необходимо стимулировать мелкого туроператора и местный бизнес. То есть в данном случае это туроператоры наши, в основном крупные туроператоры, у них не получается перейти в выездного туризма внутри, так как они не привыкли работать с малым бизнесом. То есть с нашим. Они имеют особенности, характерные в ведении казахстанского бизнеса. И по мультиагентной системе, по третьему вопросу, в данном случае метаагентом выступает у нас полномоченный регулятор, то есть это центральный государственный орган, который имеет полномочия регламентации деятельности субъектов индустрии туризма. А метаагент выполняет функции разработки, контроля и координации действий остальных агентов. То есть в нашем случае это государство, государственного органа. Ценность любого диссертационного института заключается в результате. Конечно. В вашей работе вы заинтересовали управление по инвестициям и развитию гражданской экономики? В нашем случае оказалось, что разработанные нами модели и информационный механизм управления кластерами с взаимодействием предоставляют государственному органу и заинтересованным ведомством соответствующим широкие возможности управления и управления и объединения функций управления и неформальных методов, то есть методов косвенного регулирования взаимоотношений. В нашем случае это качественно реализуются основные функции кластера. Это обеспечивается необходимая информационная техническая поддержка, эффективно используются общие ресурсы инфраструктуры и оперативно принимаются рациональные решения. То есть данное управление использовало результаты опроса проведенного туристов, внутреннего туризма, туристов-резидентов. А также данная система заинтересовала их тем, что она в дальнейшем поможет им координировать не только в основных городах действия этих структурных подразделений. Эта система позволит разрабатывать стратегии не только государственным органам, но и привлекать в туроператоров, предприятия, самих туристов. И тогда получается вот эта мультиагентная система, она позволит в быстро изменяющихся условиях кризиса, а также в постоянных изменениях в государственных структурах, позволит быстро реагировать на влияние внешних эндогенов и экзогенов факторов. Спасибо. Еще один момент. Вот это четвертый путь. Выявлены основные агенты мультиагентной системы аналитического обеспечения маркетинговой стратегии индустрии туризма. Я на антенну первый шмен вообще посмотрел бы. Мысль какая основная здесь? Основная мысль в том, что мы разработали мультиагентную систему. Для того, чтобы ее информационно обеспечить, нам необходимы агенты. Мета-агенты и агенты, которые были представлены на слайде, три агента. Получается, чтобы эти агенты взаимодействовали между собой, мы их выявили и их взаимосвязи. Чтобы вот эта цельная мультиагентная система позволила разработать стратегии уже в ходе планирования. Мы изначально в первой главе выявили то, что стратегия это сейчас не какой-то документ, четкий план, который разрабатывается государством и дается к реализации. Потому что у нас анализ показал, что те маркетинговые стратегии, вот эти концепции, программы по развитию туризма, результаты их не достигнуты, выводы по ним не сделаны. Поэтому сейчас я предлагаю стратегию разрабатывать не так, чтобы государство спустило вот этот документ для реализации, а уже в ходе привлечения вот этих агентов уже разрабатывать в процессе. То есть стратегия у нас в данном случае, как процесс этих программ, чтобы она менялась постоянно. Чтобы вы можете написать, понятно. Это же самое. Вот сейчас, когда объяснили, понятно. Спасибо. А у нас тут вообще аспектиста надо было. Что мы хотели сделать? Что это было? Вопрос в Друйна ПП. В СССР мы такие понятия использовали. Туристический кластырь и дегативация. В чем, Виктор Ильич? Кластевный подход не опровергает и замещает понятие туристской дистанции, а наоборот развивает концепцию туристской дестинации. При этом кластер, он может быть туристской дестинацией, но туристская дестинация не может быть кластером, то есть не всегда является кластером, поскольку кластер окружает какую-то часть только этих предприятий, каких-то аспектов дестинации. Дестинация это понятие более широкое, поэтому она не использована два определения, и туристской дестинации, и туристский кластер, Так как с разных взглядов, в Казахстане, например, используется больше туристский кластер, но на самом деле мне бы хотелось включить такое понятие, как туристская дестинация в данное определение. Вопросы. Обычно, когда проводятся такие исследования, в первую очередь отдаётся оценка, качественная оценка, качественная оценка. В докладе есть такой, изучаемый в отрасли, в данном случае инвесторе туризма, внутри по отраслям, по направлениям. Второй вопрос. Ну, рисунок 3. Вот здесь, значит, название функциональная модель системы информациональной и системы революционного управления. Слово «модель». В тексте тоже есть разработана модель, здесь тоже модель. В этом заключении, ну, было так, уже она как бы отсутствует. Ну, мне кажется, Вы, на самом деле, разработали модель, которая как-то осозняема, можно его использовать в расчёте, или просто здесь модель имеется в виду, это схема такая, функциональная схема? Спасибо. Первый вопрос. Оценка, качественная оценка. Да, нами был проведён анализ, но из-за того, что объём диссертации, ой, объём презентации не позволил добавить эти, как бы, вначале мы провели, конечно, анализ теоретических всех данных сейчас, что происходит в мире, какие стратегические вообще изменения, да, в маркетинге и стратегии. Далее нам проведён уже количественный анализ тенденции развития, это проанализированы статистические данные комитета по статистике. Также использованы исследования, проведённые уже на базе КАЗГУ в 2015 году, а также исследования дому, корпорации дому. Да, то есть в работе можно ознакомиться и в приложениях. Второй вопрос. Это модели. А, модели, да. Да, в задачи исследования входила разработка концептуальной модели. То есть изначально мы, конечно, ставили цель разработать модель, использовать её, применить на определённом примере, но в ходе уже исследования выявилось то, что привлечение вот этих разработчиков и вот этих IT, это уже как бы выходит за рамки. Но в дальнейшем нами будет использовано, и надеюсь, что вот государственное учреждение, управление по инвестициями и развития в городе Астане применит, и уже как бы мы получим результаты, насколько работает данная мультиагентная система. То есть на конкретном примере. Пока нами разработана концептуальная модель. Концептуальная модель. Концептуальная модель. Благодаря этому слову мы. А, у меня есть один вопрос. Мы не можем спросить. Туритская индустрия. Мы знаем 17-й год, у нас была выставка международная церковь, а есть по 2017. Что мы ожидаем от этой туритской индустрии? Или что ожидается от этой проведения, от данной международной церкви? Эффект, всем известно, что эффекты от таких мировых мероприятий, проводимых, не даются сразу. То есть, конечно, мы ждем ожидания, ожидаем привлечения 5 миллионов туристов, количество прибывших. Но данный эффект от этого мероприятия, от организации данной международной выставки уже будет в последующем. Так как она позволит именно вот этот отсутствующий, не отсутствующий, а вот, ну вот, почему вот, главное, на мой взгляд, проблема, на мой взгляд, проблема, главное въездного туризма в Казахстане, это незнание туристов о Казахстане, о, то есть, о потенциале Казахстана. Так как вот нами даже вот по опросу, по это, выявлено, что нету такого информационного какого-то хаба пространства, где турист мог бы зайти и посмотреть всю информацию, да. То есть, например, в зарубежных странах государство выступает основным двигателем туристского продукта в других регионах. То есть, например, Финляндия, она выбрала стратегию, там, привлечения туристов с Россией, да, и, получается, цененаправленно уже работает по обеспечению именно информации. И поэтому Экспо, на мой взгляд, кроме вот уже всеми известных результатов, которые мы ожидаем, то есть, эффектов, приведет к тому, что в последующем те туристы, которые приедут в Казахстан, они уже будут распространять информацию в своих странах. То есть, это позволит не только единожды приехать, 5 миллионов посетителей к нам приедут, но и в дальнейшем, то есть, вот этот эффект будет сохраняться. Вот основное преимущество, на мой взгляд, это вот... А вот еще? Еще один вопрос. Спасибо. Интересная работа, поэтому я так думаю много вопросов. Но вот у меня такой небольшой вопрос. Все-таки есть стратегия развития туризма в северных областях, есть во всех регионах Казахстана. Вот что вы думаете, насколько вот ваше предложение всего мультиагентному, так сказать, по применению вашей мультиагентной системы поможет? Или как это может явиться в этой стратегии? Ну, насколько вы думаете? Да, когда мной был проведен анализ маркетинга стратегий, в котором уже разрабатывали были консультанты, то есть, эти же концепции, положения, вот эти программы, то есть, нами было выявлено то, что все отлично, там все цели, задачи, то есть, все планы, они реализуемы, но нет механизма. То есть, вот этой реализации. И разработка происходила от лица государства, которые заинтересованы в привлечении денежных инвестиций. Когда в нашем случае, вот данная модель, программа информационного обеспечения разработки маркетинга стратегии, она позволит учитывать не только интересы государства, как у полномочного органа, но и потребности, например, самих граждан Республики Казахстан, также потребности туроператоров сейчас, которые должны тоже стремиться развивать внутренний туризм. То есть, вот при анализе было выявлено то, что в Казахстане у нас, в основном мы направлены на развитие въездного туризма, да, мы пытаемся вот разрабатывать эти концепции, и, как бы, вот эти программы, они все включают, да, развитие въездного туризма, когда на самом деле нужно, как бы, не акцентировать настолько внимание на въездном, а, как бы, делать привлекательным наши туристские места для своих же граждан. Поэтому в этих программах отсутствует вот этот механизм, который реализация, поэтому и выводы, например, как бы, в ходе анализа, конечно, мы искали и выводы, и результаты этих программ, но, как бы, четких, вот, что реализовано было, что, почему не было реализовано, если есть какие-то, то есть, ну, этого нет. То есть, они разрабатываются, в 2014 году кончаются, и все, то есть, дальше никто не следит, что было неправильно сделано, какие выводы можно сделать при разработке следующей концепции, то есть, они остаются незаконченными. Уважаемые члены дистанции, 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 если не вопрос, тогда выслушаете и прослушаете эмоцию научных компетентов. Уважаемые члены диссертационного совета, заслушанные сегодня, сегодня ситуационная работа очень актуальна по своей тематике, по тем проблемам, которые она решает, потому что мы все прекрасно знаем, в каком положении находится сейчас эта отрасль, перед ней стоят большие задачи, как в экономическом плане, так и вообще по развитию, социальному развитию, культурному развитию нашей страны. Я хочу сказать, что это знаменательное событие для нашей кафедры, потому что сама специальность туризма, она достаточно навадна нашей страны. В настоящее время в Казахстане защищены всего две докторские диссертации, но я надеюсь, что это будет третья, и это первая диссертация, которая защищается на нашем собственном совете. Если сказать о самом диссертанте, то опять же отравно и знаменательно, что это наш собственный выпускник, она выпускница нашей кафедры, она закончила магистратуру при нашем университете и, естественно, выполнила докторскую работу на нашей же кафедре. Но если говорить о самой работе, что я уже остановилась на актуальности, актуальность этой работы не вызывает сомнения. И главной целью этой работы было рассмотреть развитие теоретических положений и разработать практические рекомендации по совершенствованию маркетинговой стратегии индустрии в Казахстане на основе формирования мультиагентной системы аналитического обеспечения маркетинговой стратегии национальной индустрии туризма. Докторантам проведены теоретические и практические исследования по обоснованию концепции информационно-аналитического обеспечения стратегического планирования развития национальной индустрии туризма. В работе проведен анализ современного состояния и экспертных оценок перспектив развития казахстанской индустрии туризма. Проведен анализ потребительских предпочтений туристов, нерезидентов и туристов-резидентов по материалам собственного опроса. На основании проведенного свортоанализа отечественной индустрии туризма сформулированы пути ее совершенствования. По результатам теоретических и практических результатов диссертации авторам предложена собственная трактовка понятия маркетинговой стратегии индустрии туризма. Обоснована необходимость перехода качественно к новому уровню аналитического обеспечения планирования маркетинговой стратегии индустрии туризма. Доказано, что в качестве концептуальной основы для создания системы аналитического обеспечения процесса принятия решений, переразработки и реализации маркетинговой стратегии индустрии туризма может быть использовано мультиагентное моделирование. Я хочу сказать, что это является пионерской работой, потому что применение мультиагентной системы именно в индустрии туризма и в экономической отрасли в Казахстане, такого мы еще по результатам аналитических исследований не видели. Поэтому первая работа, которая предлагает использование этой модели в теории. Выявлены основные агенты мультиагентной системы аналитического обеспечения маркетинговой стратегии индустрии туризма. Установлены системные противоречия, препятствующие развитию казахстанской индустрии туризма. Сформулированы ключевые подходы для разрешения этого противоречия. Этот комплекс мероприятий позволяет повысить управляемость отрасли и повысить эффективность предприятий сферы туризма и гостеприимства. В процессе работы на диссертации Шелебекова Болшан-Сембековна показала себя как зрелый и самостоятельный ученый, квалифицированный подошедший к решению теоретико-методологической проблемы и практической задачи по совершенствованию маркетинговой стратегии индустрии туризма в Казахстане, что приведет в конечном итоге к повышению эффективности работы отрасли и отдельных предприятий. В целом, диссертационная работа Шелебекова и Болшан-Сембековна на тему совершенствования маркетинговой стратегии индустрии туризма в Казахстане соответствует требованиям Комитета по контролю в сфере образования и налоги МОНК, предприятия докторским диссертациям по специальности туризм. Я прошу поддержать эту работу. Спасибо. Данная модель отступает профессора. Стоять и обожаю ученики диссертационного совета. В соответствии с положением диссертационного совета МОНК, опции с первого марта, диссертационного совета, при отсутствии трансплантатов, их отзывы по диссертации доктор Акта у нас всегда не зачитывает руководитель Каферри, лаборатории, отдела Центра. В данном случае доктор Акта обучалась по карьеру туризма нашего университета, и поэтому для зачитывания отзыва зарубежных научных доктор Акта словно предоставляет в наличии карьеры туризма кандидате Комитета Украины, ученщик, законодатель Сембековна Адрама Павлашевича.